Если вы знаете, что такое хронический панкреатит, это и плохо, и хорошо одновременно. Безусловно, плохо, что он у вас есть, потому что у него достаточно серьезное осложнение. Но хорошо, что вы об этом знаете. Знаете, предупрежден, вооружен. В отличие от многих других людей, больше половины людей не знают о том, что у них есть хронический панкреатит. Может быть, среди них есть ваши друзья, знакомые, родственники. Не забудьте им дать ссылочку на это видео, пусть они себя проверят, просмотрят, есть ли у них такие признаки или нет. Нужно им беспокоиться или можно жить спокойно и счастливо. И просмотрев это видео до конца, вы узнаете, чем все-таки опасен хронический панкреатит. Вы также узнаете основные признаки панкреатита. И это далеко не обязательно только боль. И что делать, если у вас панкреатит все-таки есть или вы его подозреваете. Сложность работы поджелудочной железы состоит в том, что она такая двуликая. Две взаимосвязанных, но абсолютно разных функций. Первично, это экзокринная функция, благодаря которой поджелудочная вырабатывает ферменты, которые помогают переваривать вам пищу. Если эта функция поджелудочной железы хорошая, если она работает хорошо, то и белки, и жиры, и углеводы великолепно в вашем организме перевариваются, вне зависимости от того, какую пищу вы кушаете. И поджелудочная железа стоит такой большой жирный крест на системе питания, так называемое раздельное питание. Есть правильное питание. А раздельно питаться бессмысленно. Во всяком случае, как только вы начинаете делить продукты, поджелудочная железа, вы знаете, если бы у нее был рот, она бы смеялась до упаду. Она не смеется. Она просто корректирует качество продуктов питания. И об этом вы узнаете чуть позже. Потому что если экзокринная функция поджелудочной железы работает плохо, пища не переваривается вами, а в кишечнике сидят патогенные бактерии. Их делят на сапрофитные, то есть условно патогенные патогенные. Все они патогенные, потому что все они так или иначе кушают за ваш счет, выделяют продукты жизнедеятельности в кровь. Просто у условно патогенных они менее ядовитые. И с ними можно подольше жить у патогенных, конкретно ядовитых. Что дает вам этот коктейль, когда поджелудочная ваша не смогла переварить вашу пищу? Заброс токсинов в кровь. Первый фильтр страдает печень. Дальше токсины разносятся с кровью по всему организму, страдают все органы. И очень часто головная боль показывает, что токсины до нее добрались. Потому что 20% крови попадает к мозгу. И не всякое качество крови мозг способен хорошо переваривать. Кстати, головная боль есть такое видео на моем канале. Если вы подписчик, вам легко, наверное, найти. Есть еще один орган, который показывает то, что не того качества кровь получает эта простата. У мужчин падает потенция. И не нужно коситься на него, на мужчину с простатитом. Если он неправильно питается, если у него плохая поджелудочная железа. И подозрительно смотреть не подгулял где-то вон там налево. Не зацепил ли он где-то половую инфекцию. Сегодня мужчины не этим путем цепляют простатит и у них падает потенция. Просто система питания у них работает неэффективно. Такое видео, кстати, тоже есть на моем канале. Как и видео по дисбактериозу кишечника. Где я абсолютно красиво объясняю вам, как с помощью дисбактериоза. Вернее, развивая дисбактериоз в своем кишечнике, потерять примерно 30% жизни. Вот вам простая экзокринная функция. Но если она работает хорошо, в крови повышается уровень полезных питательных веществ для вашего организма. В том числе и сахар. И вот на повышение уровня сахара реагирует уже эндокринная функция щитовидной железы, вырабатывая гормон инсулин. Если гормона инсулина вырабатывается достаточно много, у вас высокий уровень работоспособности. Все прекрасно. Если по какой-то причине эндокринная функция поджелудочной железы пострадала и гормона не хватает или он вырабатывается не так, как положено, развивается диабет первого либо второго типа. И фактически любой вид сахарного диабета показывает, что эндокринная функция поджелудочной железы резко отстает своей активности. И чаще всего первая причина это хронический панкаритит. Причем если в случае диабета первого типа он вызван какой-то инфекцией, какой-то интоксикацией в срок от 6 до 9 месяцев. Обычно такой срок проходит после попадания токсинов в поджелудочную железу. Разрушились клетки, не хватает своего инсулина. И вы вынуждены принимать инсулин внешний, вводить его различными путями, но опять-таки вводить, помогать своей поджелудочной работой. Если же функция поджелудочной железы страдает меньше, токсины больше зацепили печень, печень развился, жировой гепатоз. Хронический панкаритит плюс жировой гепатоз равно диабет второго типа. И вы вынуждены принимать таблетки, либо лечиться иными способами. Вы знаете, диабет и первого и второго типа можно контролировать, можно поддерживать обмен веществ на приличном нормальном уровне. И бросать эту систему нельзя по той простой причине. Что как только нарушается обмен углеводов, параллельно по принципу домино, нарушается обмен жиров, белков, витаминов, микроэлементов. То есть страдает весь организм, страдает в целом обмен веществ, 60% которого ориентировано на получение энергии из углеводов. И если углеводов не хватает, энергия берется из жиров. Только организм перешел на жиры, появляются кетоновые хромы, появляется аромат ацетона. У детей, кстати, эта функция пока демонстрируется очень легко ацетономическим синдромом. Ну а у взрослых развивается атеростероз сосудов, тоже мягко выражаясь, не самое слабое осложнение. Как только организм цепляет, как в обмене веществ начинает более активно использовать белки, появляется подагра, появляются признаки почной недостаточности, появляется обмен на дистрофические заболевания суставов, артрозы появляются, остеохондроз позвоночника прорессирует. То есть это все уже звенья одной цепи, а в первоисточнике вот та самая поджелудочная железа, которую вы не знали, как ей помогать. Как будет дальше? Если вы уже очень круто нарушите систему питания, то вы можете довести до совершенно иного состояния. Вы можете хронический панкреатит перевести в острый. Это очень опасная ситуация. Да, из острого панкреатита тоже 15% людей переходят диабет первого типа, но они счастливы, потому что 85% к сожалению это смертность при остром панкреатите. Люди не выживают, поэтому нужно беречь поджелудочную. Если у вас есть хронический панкреатит, нужно делать нечто, чтобы не перевести в острый. А если у вас нет панкреатита, нужно знать, что делать, чтобы не заработать этот самый панкреатит. Как они проявляются? Ну, наиболее часто обострение состояния поджелудочной железы ассоциируют с болью. Да, боль появилась в подложечной области, в эпигастере появилась. Как правило, это хронический панкреатит. Таким образом показывает, что что-то вы сделали не то в системе питания. Смотрите, что вы принимали, какую пищу вы принимали перед этим, потому что на нее поджелудочность реагировала плохо. И дразнить ее не нужно, памятуя то, что переход в острый панкреатит или в осложнение в виде диабета, это реальность. И хуже вариант, когда боль начинает отдавать в поясницу. Это уже серьезная ситуация. Вот тут вы уже должны не лечиться народными средствами, не находиться в домашних условиях, а все-таки идти как минимум к терапевту, гастроэнтерологу, хирургу. Для того, чтобы обследование показало, что мы ошиблись, вы погорячились, это все еще хронический панкреатит обострился, а острого панкреатита нет. Потому что при остром панкреатите вот эти самые ферменты, которые переваривают любую пищу, начинают переваривать, собственно, поджелудочную железу. И вот здесь очень сложно, то есть тут очень мало возможностей есть у врача остановить этот процесс. Скорее, это вопрос к Господу Богу, остановит он процесс, потеряете вы часть поджелудочной железы или потеряете жизнь. Поэтому очень важно это понимать, что с поджелудочной шутить нельзя. Ну а малые признаки того, что есть хронический панкреатит, и вы еще пока ходите без диагноза, это вздутие живота, газы с запахом или без, которые появляются на разную пищу, но вы четко знаете, какую пищу ваша поджелудочная не смогла переварить. И лучше бы эту пищу уменьшить количественно, изменить качественно блюда, в которых она находится, или потерять ее вовсе, по причине того, что нет фермента у вас до переваривания этой пищи. Также индикатор того, что есть проблемы с поджелудочной железой, склонность к запору либо к поносу, но чаще это неоформленный стул, который не хочет смываться с унитаза, кал прилипает к унитазу, это тоже признак того, что поджелудочная железа у вас не самая здоровая, и ей нужно уделить внимание. Что делать? Ну тут, вы знаете, как в сказке, я бы сказал, есть три основных пути. Первым путем идет, к сожалению, большинство, и ничего не делают. И считают, что ради бога доктор там что-то нагородил, напугал, а доктор не напугал, доктор предупредил. Потому что то, что я сказал выше, это имеет место быть, это развивается, увы, легко и просто. И развивается у любого и каждого. Потому что опасности, вот такие вот ближние, да, они тоже есть, но вы знаете, если пища плохо переварилась, и плохого качества кровь попала к вашим органам, как вы думаете, это хорошо или плохо? Если вместо того, чтобы продукты пищеварения попали в кровь, и обеспечили вам высокую рабоспособность и активное долголетие, туда попали продукты жизнедеятельности патогенной микрофлоры. Ну и головная боль развивается, да, все понятно, потому что мозг потребляет 20% крови, он не может оставаться равнодушным к такой ситуации, он будет на нее реагировать. И головная боль показывает, что есть воспалительный процесс, да, токсины попали к мозгу, вызвали небольшие явления энцефалита, следствием чего является головная боль. Кстати, такое видео есть на моем канале, можете посмотреть в удобное для вас время и понять, что это не так просто. Токсины могут попасть и к простате, и тот барьер, который тоже отделяет простату, как и головной мозг, от крови, когда он проходит токсинами, возникает проблема, возникает простатит. Не нужно коситься на своего любимого мужчину, где он зацепил инфекцию, и когда он ее лечил, вы даже не заметили. Просто питался он неправильно, просто поджелудочное у него работает плохо, просто дисбактериоз в кишечнике у него есть, и уносит 30% в его жизни, потому и потенция исчезла, потому что, ну, не раздражаются старики по биологическому возрасту. В паспортный заглядывать не нужно. В паспорте одни цифры, они щелкают по своим законам, а биологический возраст щелкают по своим законам. Если ваш организм получает грязную кровь без полезных питательных веществ, то понятно, куда катится ваше здоровье. Оно улетает просто, и это нужно просто понимать. У женщин на этой ситуации развивается поликистоз яичников, да. Все легко и просто, казалось бы, где имение, где наводнение. Лечится в разных кабинетах. Органист один, и ситуация возникает в этом организме. Поэтому не лечить нельзя. Путь второй, я бы сказал, это костыли. Это ферменты. Мизин, пистал, панкреатин. Панзинор, креон. Вариантов много. Суть одна. Вместо того, чтобы работала ваша собственная поджелудочная железа, вы вносите ферменты, помогаете переварить пищу. С одной стороны, хорошо. Вроде как благополучно все. Вздутия нет, руча нет, кал стал лучше. Вы стали себя чувствовать лучше, работоспособней. Но! Вот такая вот медвежья услуга вашей поджелудочной железе заканчивается тем, что слишком много продуктов пищеварения попадает в кровь. Нагрузка на печень, нагрузка на обмен веществ. И очень легко развиваются патологии печени, и диабет второго типа легко развивается. Поэтому тут нужно просто понимать, что ситуацию нужно... На костыли, конечно, можно подсесть, но коротким курсом, да, если у вас какая-то небольшая дисфункция пищеварительной системы есть, попринимали некоторое время, скомпенсировали, и уходите с этой системы. Бросайте костыли. Переходите на правильное питание. Потому что единственное, кто может обеспечить полноценное переваривание пищи, это правильное питание. И пища должна... Вот тут вы должны понимать, что чем хуже состояние поджелудочной железы, чем острее процесс, тем более пресной, более никакой, более нейтральной должна быть ваша пища. Когда с поджелудочной вы справились, но самое главное, что помогает вам справиться, вот эта пресная пища, ее нужно использовать небольшими порциями часто. Это один из путей выхода из острого состояния, из обострения панкреатита, просто панкреатит в ремиссии. Ни в коем случае вам не стоит чистить свой организм. Знаете, систем чисток много, к сожалению, плохо заканчивается. Одна из них описана в моей книге, что делать, если у вас есть печень. Известная очистка с оливковым маслом или с другими маслами. Сейчас модификаций много, потому что оливковое масло уже доказало нежизнеспособность этого метода. И каждый прошедший хотя бы пару раз такое очищение попадает на хронический панкреатит. И дальше всю жизнь мается с этой проблемой. Знаете, я уже более 50 книг опубликовал. Пожалуй, вот бестселлер, это книга, что делать, если у вас есть печень. Там описаны условия оптимальной работы печени и поджелудочной железы, потому что они работают в связке, они работают вместе. Да, печень очищает кровь, грязь складывает в желудочный пузырь. И вот только содружественное сокращение желудочного пузыря и выделение сока поджелудочной железы приводит к тому, что пища переваривается эффективно, дезинфицируется, усваивается полноценно вами, а не патогенными бактериями. Поэтому вы должны это понимать, что есть обострение. Вы подсели на режим частое дробное питание, ну такой пресной, невкусной пищей. Но когда воспалительный процесс утихомерился, когда поджелудочная работа более оптимальна и без каких-то внешних проявлений, вы должны диету постепенно расширять. Можно вносить и пряности постепенно, можно вносить разные вещества. То есть нужно дозированно раздражать поджелудочную, чтобы она выделяла все больше и больше пищеварительных соков, полноценно переваривала их, ими пищу и доставляла радость каждой клетке вашего организма. Набором углеводов, белков, жиров, витаминов, микроэлементов, а не токсинов, которые образуются, когда поджелудочная работает плохо. Безусловно, тут можно использовать и различные народные средства. Но тут нужно иметь царя в голове, нужно понимать, что раздражать нужно дозированно, раздражать нужно аккуратно, раздражать нужно экономно. И далеко не всеми лекарственными растениями это можно делать. Знаете, ну, пожалуй, чемпион из народных средств в данном случае это отвар овса. Берете цельные зерна, 5-6 столовых ложек, литр воды, томите на малом огне примерно час, настаиваете до утра, и вот этот отварчик пьете в течение дня. Он хорошо выводит токсины, помогает работать печенью и почкам, он обеспечивает работоспособность сердца, то есть обладает противовоспалительными свойствами в отношении поджелудочной железы, укрепляет ее мембраны, то есть синдром уклонения ферментов уменьшается, когда ферменты вместо шубики в кишечник на пищеварение уходят в кровь и раздражают по дороге, растворяют фактически не только поджелудочную железу, которые вызывают разрушение клеток в других органах и системах. Вы должны это понимать. Безусловно, очень хороший эффект оказывает холодный настой семян льна. То есть вы берете семена льна, заливаете холодной водой и при взбалтывании настаиваете нескольких часов. Можно ночь настаивать. Вечером поболтали, утром несколько раз поболтали, ночью перемешивать семена не надо. Но только холодный настой. Потому что как только вы нагрели, да, синильная киста, которая вышла, она поджелудочную вашу угомонит. Но дорогой ценой. Потому что синильная киста это цианистый калий, это ферментный яд, который тормозит обмен веществ в любом органе, в любой системе. И все-таки ядовитость синильной кислоты и цианистого калия еще никто не отменял. Поэтому только холодный настой семян льна можно использовать. Только вы нагрели, только вы пытаетесь приготовить отвар, вот здесь возникает проблема. Вы можете порисковать, так нельзя. Можно безусловно использовать и различные лечебные пищевые масла. Но! На упаковках масел пишут за полчаса до еды и чаще всего пишут десертная или столовая ложка. Вот так делать нельзя. Для желчного пузыря, для его сокращения достаточно одна чайная ложка. А вот интервал не должен быть. Потому что если вы приняли с интервалом, вас может под желудочным и желудочным выбросить свои секреты, и возможно беда. Поэтому масла нужны, жиры нужны, застой желчи вам не нужен, вам нужно, чтобы печень очищала кровь. Но! Масла с едой. А это обязательные условия. Что еще вы должны учитывать? Если у вас есть панкреатит, если вы не придерживаетесь сильно режима питания, первые порции пищи у вас должны быть обязательно невкусными. Самая невкусная еда, чтобы вы на нее смотрели, знаете, как Ленин на буржуазию. Тогда и под желудочная железа точно так же посмотрит на эту пищу и сбросит скромный такой диетический сок вначале. Потому что для под желудочной, чтобы не было панкреатита, очень важно понимать, что старт работы под желудочной железы должен быть вяленьким, скромненьким. Стоит вам принять какие-то сокогонные, крепкий там отвар, допустим, из овощей, мясной бульон какой-то. Стоит вам выпить настой или отвар или настойку из лекарственных растений и подождать, как сработает у вас система. Стоит вам выпить алкоголь в любом виде. Стоит вам в начале пищеварения, в начале приема пищи запустить какой-то салатик. Это все способы активировать, гиперактивировать под желудочную железу и перевести хронический панкреатит в острый. Поэтому так делать нельзя. Если у вас хронический панкреатит, поймите, что система частого дробного питания это для долгожителей. Это не заморочливая система. Знаете, доктору нечего вам посоветовать, он вот так вам советует. Система питания для долгожителей, вы посмотрите. Есть у меня такие видео на канале. Частота приема пищи определяет вашу продолжительность жизни. Посмотрите. Это очень важно. А при панкреатите это супер важно. Потому что тут не просто ни в каком долгожительстве не идет речь. Острый панкреатит. 15% выходят с диабетом первого типа. Поэтому нужно просто это понимать. Что если есть панкреатит, никакие сыроедения, никакие системы очистки, никакие голодовки. Вам в принципе противопоказаны. Потому что они испытывают возможности вашего организма и терпение вашей поджелудочной железы. А она, барышня, очень злая. Если вы грань ее терпения пройдете, грань вседозволенности, она ответит и ответит неслабо. Поэтому лучше не дразнить ее, а использовать те возможности, которые она есть. Если вам нужны какие-то рекомендации, как мягко, аккуратно раздразнить ее лекарственные растения, то не вопрос, контакты вы видите, вы по ним можете обратиться. Есть почта, есть телефон. Кстати, не забудьте отправить это видео своим друзьям и знакомым. Возможно, они еще не все знают про то, как работает поджелудочная железа и как помочь ей работать долго и счастливо для вашего здоровья и активного долголетия. А я подумаю, какие еще видео написать на эту тему. И надеюсь, что вы не забыли поставить лайк. Потому что видео про хронический панкреатит не просто сохраняет ваше здоровье, оно может сохранить вашу жизнь. А что может цене жизни? Только, наверное, новое видео на моем канале на какую-то тему про здоровье, которая сохранит, убережет вас еще от какой-то опасности, которая скрыта, к сожалению, в современном образе жизни, системе питания современного человека. До новых встреч на моем канале. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok